Привет всем, с вами Евгений Мишин. Сегодня я хотел поговорить про тему синтол. Когда слушаешь интервью по интернету, я смотрел недавно видео про Кач. Там был Голуба, Ясиновский, но там еще ребята были, кто обкалывался всякими маслами. А был еще такой Любер, доктор Любер. Его я не знаю с Москвой. Но он кстати дело говорил, что когда синтол обкалываешься, он не стоит в мышцах навсегда. Обычно если курс происходит месяца на три, то буквально за месяц все это сольется. Допустим, если даже 10-20 банок с Коли, что они потом все равно уйдут, если ничего не поддерживать его. Единственное, что я когда общался с самим изготовителем, самый лучший считался, я думаю сейчас считается полечистым, Крис Кларк Синтол. Он приезжал сюда к Дэвиду Паламбо. Паламбо у него кстати был одним из дилеров здесь в Нью-Йорке. Все бодибилдеры затаривались. В принципе не так дорого было. Продавали не по сто сто пятьдесят долларов за банку. Я так слышу, что в России буквально там чуть ли не пятьсот долларов за банку. Там по сто миллилитров брали. Что могу сказать? Любителям, я думаю, нет смысла обкалываться то, что это любители. В профессиональном спорте обстоят совершенно другие, то есть цели. Как правило, почти все топовые спортсмены используют синтол. То есть она маленькие группы мышц и плечи и руки, как обычно. Единственное, что проблемы с многими, они не знают грани, то есть начинают перекалывать и теряют вид мышц. Получается забитая мышца и то есть глубины нету. То есть видно, что какие-то желваки начинают торчать. У меня тоже был ученик такой Макс Чарльз. Он любитель был покалывать. Единственное, что он любил колоть. Да я думаю, сейчас тоже кулит разные стероиды. То есть как делает он кулит в плечи, в руки. Я ему просто говорил, что не делай стероиды, потому что они дольше стоят. Если делать что с инсентолом, он более быстрее рассасывается. А масляные, то есть препараты как сустанона, так то есть даже тот же пропионат, если некачественно, они могут встать кристаллизоваться в мышце и потом это будет отражаться у тебя на сцене, на твоем судействе. То есть так и вышло. Я его подготовил хорошо, но в результате там он у кого-то приобрел паленый там какой-то пропионат или что-то в этом роде и поставил в плечо. То есть и как раз вышел на сцену, там было просто видно, что шарик, шарик в плече в сухом. То есть визуально он был первым, но поставили третьим. Опустили, в принципе, справедливо, так как это видно, что представляет уже не более не классический спорт, а какие-то, то есть фрики, фрики-шоу. И парень, который был поменьше, он как раз стал первым, то есть более классический выглядел. Поэтому я считаю, что в любительском спорте, я думаю, просто не нужно то, что можно все равно как-то наращивать. Я когда занимался еще выступал в России, я даже не слышал ни про какие-то уколы там и так далее в мышце. Если сам большой колор, то только в задницу. В задницу, может там в спину, в широчайшую, в большую мышцу. Были такие у меня знакомые спортсмены, как Влад Наумов. Он тогда рассказывал, что в руки ставился сустанон. В принципе, руку наполняют только из-за того, что был укол. То есть тело начинает притягивать жидкость в это место, где был укол. Но не более того. Такая реакция, в принципе, длится дня два, наверное. Потом это все исчезает. Поэтому не вижу смысла обкалываться. И, в принципе, я добился многих успехов без всего этого. То есть в России я выступал. У меня было на сцене... На сцене было 125-130 килограмм. И я никогда не пользовался никаким синтолом. То есть сушился все за счет натурального, конечно. Ну, как натурального. Там клейн-бутерол, цитамель. Масса была без масла. То есть можно набрать массу. В принципе, неплохо. И были ребята. Большинство... Мы даже про это и не слышали. Слышал, конечно, секунков или использовал. Но это уже другое дело. А здесь, если посмотреть, то пятерка точно на лимпе все заряжаются. То есть синтолом. Но единственное главное, если уж что делать, то делать это грамотно. И знать куда и как. И насколько глубоко вводить. Тогда, в принципе, больших, то есть, как сказать, деформаций видно не будет. И надо делать причем, может так, раза два в неделю. Это как небольшой совет. А в те мышцы, которые, то есть тренируешь, допустим, если делаешь плечи, то есть на тренировке поставил себе в плечи синтол. То есть раскидал на три пучка. Также на бицепс на трецепс тоже по два пучка. То есть раскидываешь. Такие небольшие советы дают. И нужна, то есть, иголка должна быть длинная, если делаете. И, то есть, в принципе, некоторые по массе могут и даже удержать там 10 кубов мышцы, особо не будет заметно. Это люди, которые же за 100 килограммов, а так, в принципе, не больше пяти кубов, если делаете. Иначе будут просто шарики. Они, конечно, рассасываются, но надо даже, когда делать синтол, то убирать его, я скажу, за месяц, наверное. За месяц до турнира, чтобы мышцы уже были более реальные, то есть не забитые, то есть не заглаживая глубину мышц синтол. Но, опять же, надо, то есть, если будете искать что-то, то выбирать только Криса Кларка. Я думаю, что у него можно выходить, если он еще так занимается этим, через него покупать, я думаю, будет дешевле, чем покупать в России срок. То есть, как я говорю, что в Америке можно даже сейчас найти 100 долларов его на синтол. Что еще могу сказать? Голубочкин сказал правильно, что в любительском спорте синтола не должно быть. Ну, там некоторые делают имплантанты, то есть это вообще идиотизм. Про Ричи Пану знаю, что Рич Пиано, у него были другие вещи затянуты. То есть, это более косметические, я так понял, они стоят до 5 лет в мышцах. Но это уже другой, это уже, как получается, будет, как косметическая операция. Я знаю, что Грег Валентина делал. То есть, у Грега было чересчур тоже переколо, что у него даже пришлось все это вырезать. Он, в принципе, как культурист и не выглядел. Я знаю, что даже буквально есть такие пистолетики с маслом, которые уже... Так шприц уже не вколоть, поэтому нужна какая-то сила, чтобы все это влить туда. Но это уже перебор. Если есть какие-то вопросы, то можно написать ниже в комментариях. Я могу также ответить про синтолы и дополнительные остальные препараты. С вами был Евгений Мишин. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всегда с вами. Субтитры сделал DimaTorzok